сегодняшнюю тему вы знаете время время астрономии но я бы и более широко хотел рассказать просто время что такое измерение времени прибор для измерения астрономические не астрономические это очень важная тема дело в том что в прошлом астрономов держали в основном потому что они умели исчислять время то есть предвидеть сезоны года предвидеть наступление тех или иных событий так или иначе связанных со временем просто астрономов всегда в руках были часы под названием вращающаяся земля небосвод движение небесных тел очень надежные часы постепенно эта проблема перешла в область физики мы об этом поговорим но и сегодня астрономы а несут ответственность за определенные направления связанные с исчислением время ну давайте начнем где я работаю вы знаете государственный астрономический институт штернберг до московского государственного университета зовут меня владимир георгиевич сурдин что такое время вопрос то я задал а вот как на него ответить не знаю дело в том что специалисты разных наук отвечают по-разному есть люди от высоких наук философии филологии в общем неестественно математических их так и называют неестественные науки в отличие от наших естественно так вот философ сказал бы так приблизительно так время это длительность на мой взгляд это тавтология он ничего нам не объяснил и вообще говоря определение времени много они разные и из этого следует что одного четкого определения нет это очень фундаментальная вещь и определять ее для естественных наук то есть одни слова объяснять через другие большой пользы нет естественные науки физика астрономия астрофизика призваны измерять измерять все что происходит в природе находить определенные закономерности связи между измеренными величинами и строить теорию то есть учиться прогнозировать события будущего на основе измеренных сегодня так вот измерять время это и есть наша задача как мы ее решаем есть несколько способов но например найти в природе или создать технически какой-то периодический процесс если мы уверены что он периодически строго постоянный один период не отличается от другого то можно просто считать сколько прошло периодов за определенный отрезок времени это и будет измерение данного отрезка ну об этом мы поговорим если в природе периодический процесс конечно более или менее есть насколько они точно сохраняют свою периодичность и не можем ли мы опираясь на них создать свои часы второй подход построить теорию движения ну например небесную механику или обычную механику лабораторную и на основе уравнений механики по движению тела вычислять пройденное время так же как вот свободно падающее тело мы знаем проходит расстояние на земле gt квадрат пополам и измерив пройденное расстояние можно вычислить время от начала падения это тоже хороший метод это так называемое динамическое время и астрономы его тоже используют но не так часто как счет периодических процессов у меня в библиотеке моей домашней библиотеке есть несколько книг связанных с измерением времени вот посмотрите на обложке этих двух весьма старых книг не знаю как вам а лично мне больше нравится левая обложка фабрика времени мне кажется очень точным это название потому что мы не измеряем время у нас нет линейки нет чего-то перед нашими глазами неподвижно лежащего к чему ее можно приложить на самом деле мы создаем шкалу времени создаем опираясь на свои представления о том насколько те или иные процессы помогают нам правильно измерить время вот вернемся к периодическим процессом практически все современные часы так или иначе основываются именно на них а есть ли в природе реально по-настоящему строго периодические процессы ведь мы знаем что энергия рассеивается что энтропия нарастает и в поисках периодических процессов ну вот например шарик брошенный на металлическую плиту до несколько раз подскочит но каждый раз высота его будет все меньше и меньше потому что часть энергии уходит звуковые колебания они рассеиваются в тепло и вот вам снятая со стробоскопом история шарика падающего на толстую металлическую плиту он замирает и меняется период меняется амплитуда это конечно сугубо не периодический процесс однако человек упорен и уже давно еще в прошлые столетия даже тысячелетия люди пытались найти процессы которые бы повторяли из раза в раз себя и вот например песочные часы мне кажется это очень интересный механизм он пережил тысячелетия никто не помнит создателей песочных часов но мы до сих пор ими пользуемся попробуйте вспомнить какой-нибудь прибор который пережил тысячелетия и остался актуальным честно говоря я не могу вспомнить ну столовые приборы вилки ножи но это не считается а физический прибор мне кажется песочные часы единственный прибор переживший тысячелетия и ведь довольно загадочный вот справа я сфотографировал те песочные часы которые достались мне от бабушки они очень старые и обратите внимание там не только песочек в колбочках но еще и минутные деления и они имеют одинаковый размер не всегда смотрю с удивлением на это потому что пока песка много в верхнем сосуде давление на срезе сосуда в районе дырочки большое казалось бы песчинки должны пересыпаться быстро они пересыпаются с постоянной скоростью независимо от того как много песка осталось в верхнем сосуде это удивительно я измерил неоднократно переворачивая часы точность их хода знаете оказалась не такая уж она и низкая в течение 10 минутных интервалов много раз переворачивая часы я увидел что средняя ошибка составляет около трех секунд то есть пол процента согласитесь это неплохо для такого примитивного древнего чрезвычайно просто устроенного механизма а именно поэтому песочными часами люди пользуются до сих пор грубо измерять отрезки времени сравнимые с минутами довольно легко и надежно этим прибором конечно были и другие варианты подобных приборов например водяные часы где капельки воды перетекая из одного сосуда в другой наполняя его показывают нам изменение уровня ну и его можно разделить на определенные часы минуты и может быть даже секунды но честно говоря этот прибор изобретенный позже песочных долго не просуществовал вы сейчас не найдете того кто пользуется водяными часами мне как-то пришлось видеть действующие водяные часы это было в южной корее в музее национальном там видимо воссоздали они выглядели довольно современно но конструкция была вполне древняя это довольно крупный механизм именно потому что скорость истечения воды зависит от ее уровня в верхнем сосуде поэтому приходится поддерживать этот уровень там сифон определенный заставлять перестекать его из сосуда сосуд это в очень неудобный и не очень точный механизм прибор и видимо поэтому он быстро вышел из употребления ну и весьма громоздкий и дорогой правда кое-где их использовали но в качестве садовых украшений вот клепсидра водяные часы древнегреческой конструкции мы правда делали в средние века в основном но они не гнались за точностью а просто украшали быт тех кто гулял по паркам малоизвестное направление часового искусства огненные или огневые часы ну а насколько я знаю им пользовались монахи средневековые переписчики библии переписчики древних книг работали они как и мы с вами в основном по ночам им нужен был источник света но заодно еще и часы и вот так разделив свечу на деление они грубо определяли час ночи иногда это были не свечи восковые а лампадки заправленные каким-то маслом обычно или керосином может быть более поздние времена обратите внимание на эти два рисунка левый сделан художником современным художником иллюстратором в принципе он понимает как работают огневые часы но сосуд для масла у него цилиндрической формы это конечно неправильно потому что с понижением уровня масла будет меняться его давление и на фитиле огонь будет все меньше и меньше и скорость не понижение масла будет уменьшаться а вот справа правильные я их увидел в музее и обратите внимание что сначала сосуд широкий а вниз к донышку его сечение уменьшается потому что уменьшается скорость расхода масла и в этом смысле древний изготовитель огневых часов был как-то более сведущий физики но по крайней мере эмпирически понял как надо какую форму сосудно создавать деление на этих часах показывают что это несколько часов до полуночи потом 12 часов ночи и несколько часов до утра до восхода солнца то есть это истинно ночные огневые часы довольно любопытный механизм но такого рода механизмы были и в китае распространены про там иногда жгли ну определенные свечи такие ароматические но они служили будильником одновременно потому что на эту спираль можно было в нужных точках подвесить небольшие бусинки и когда фитилек загорал до этой бусинки она падала ударялась под нос и звон мог сообщить тому кому это требовалось что прошло определенное время надо просыпаться или кончать некоторые свои занятия которые могли бы продолжаться весьма долго огневые часы были не только спиральные были горизонтальные вот китайские огневые часы будильник там пара бусинок переброшена висит на нитке переброшенный через свечу и когда горизонтально горящая свеча доходит она пережигает ниточку и бусинки падают тоже на любой час ночи можно так сказать завести этот будильник и он вас разбудит звоном под нос все это были довольно примитивные механизмы но мне кажется интересно представлять себе эволюцию часов однако обратимся к более современным механизмам маятник мы знаем что маятник очень хорошо выдерживает период своих колебаний к сожалению но о сожалению тут нет речи просто так устроена природа колеблись с большой амплитуды это левый рисунок маятник период колебаний маятника зависит от самой амплитуды поэтому если энергия будет рассеиваться амплитуды немножко уменьшаться то и период будет уменьшаться это не очень удобно для часов но довольно давно физики и насколько я знаю историю нашей науки это был одним из первых был галилео галилей определили что при малой амплитуде колебаний период колебаний не зависит от самой амплитуды но от чего он зависит как мы знаем формула школьная формула подсказывает нам что он зависит только от длины подвеса ну и ас все остальное константы 2пи математическая константа же это константа ускорение свободного падения конечно немножко она меняется в зависимости от вашей географической широты но в каждом конкретном месте это тоже константа и так только от длины маятников каждом месте на земле зависит период его колебаний если амплитуда их невелика но дело вот в чем галилей и его соратники последователи заметили это явление но как его использовать для работы часового механизма ведь маятник постепенно остановится если не добавлять ему энергию каким-то образом надо поддерживать колебания маятник с одной стороны а с другой не мешать этим колебаниям оставить их свободными чтобы сохранялась простая физика и работала наша формула и вот к этому решению пришли не сразу но оно нашлось анкерный механизм анкерный спусковой механизм маятниковых часов мы знаем как устроены простейшие маятниковые часы источников энергии ну как правило в старых часах это гиря те кто помнит еще старые бабушкины ходики помнят как бабушка по утрам тянула за цепочку и поднимала гирю в верхнее положение а потом в течение суток гиря опускалась и приводила в работу весь часовой механизм а кто же регулировал скорость этой работы маятник но он был устроен так что в основном его колебания были свободными никто ему не мешал он не был связан с шестеренками вращающими часовые стрелки но в определенные моменты его подталкивал этот механизм немножечко давая ему не потерять энергию колебаний сообщая небольшие толчки в нужном направлении вот в левой части этого рисунка как раз вы увидите анкерный механизм анкерное колесико и коромыслица работал он вот так анкерное колесо сдерживалась зубчиками маятника он не давал ему вращаться слишком быстро чтобы гири его не не раскрутила сразу он каждый раз при одном колебании отпускал колесико на зубчик но эти же зубчики подталкивали сам маятник и поддерживали амплитуду его колебаний вот самый простой анкерный механизм вы сейчас наблюдаете ну может быть даже где-то увидите часы настенные или башенные в живую этот механизм покажет как он работает перед вами самый простой вариант конечно были сложно были очень сложные анкерные но вот один из усложненных механизмов более надежный более четкий ну конечно чем проще механическое устройство тем она надежнее на самом деле не вот башенные часы с боем сейчас я вам показываю фотографию таких часов это кстати говоря очень известные часы они по моему на здании центрального телеграфа в москве на улице тверская там свое время работали такие так вот левая часть этого механизма это а бой то есть механизм который дергает за веревочку она там в центре и колокола на вершине здания издают сигналы четверти часа получаса ну и целых часов по количеству пройдены а правая часть механизма собственно часовой механизм этом в правой части сверху обратите внимание на такой темная анкерная колесика коромыслица и внизу небольшой сосуд внутри которого купаются зубчики анкерного колеса чтобы маслом постоянно смазываться и не четко работать любой механический прибор любит масло точность таких часов была небольшая поэтому всегда нужен был часовщик который проверял и подправлял ход таких часов но все таки они в течение суток вполне выдерживали ход времени и удовлетворяли и средневековых жителей больших городов ну и вплоть даже до нашего времени такие часы хорошо помню в нашем доме в конце 50-х годов прошлого века работали большая точность быту не требуется поэтому они свою роль исполняли а кому требуется большая точность те конечно улучшали механизм маятниковых часов вот перед вами рисунок астрономических маятниковых часов а тут предусмотрено многое чтобы точность хода была высокой ну во-первых анкерного механизма нет колебания маятника поддерживаются электромагнитами которые немножко подталкивают его в нужный момент они там внизу обычно к тому же подвес маятника на очень твердым сапфировом кристалле который не деформируется значит рассеяния энергии нет ну и все это заключено стеклянную колбу из которой откачан воздух чтобы не было сопротивление воздуха качанию маятника то есть многое тут приедено практически к идеалу и такие астрономические часы служили нам в частности в нашем институте вот они как раз перед вами сейчас сфотографировано это самая совершенная конструкция середина двадцатого века часы фетченко точность относительная точность хода 10 минус 8 то есть надо совершить 100 миллионов колебаний чтобы ошибиться на одно колебание ну если мы вспомним что в году примерно на 30 миллионов секунд то за три года эти часы могли ошибиться примерно на одну секунду мне кажется для механического устройства это замечательная точность и и все эволюция маятниковых часов на этом завершилась это был предел которого удалось достичь выше которого не поднялась техника но маятник не так уж хорош если вам требуются часы для переноски ну например карманные наручные или на корабле на каком-то транспорте тогда тряска движение уже вызывает сбой колебаниях маятника и часы хорошо работать не будут поэтому механики обратились другой колебательной системе где гравитация простите где гравитация не так важна а роль гравитации берет на себя пружина я показал вам пружинный маятник конечно он не совсем точно отражает ту мысль которую я хочу продемонстрировать речь идет об упругости упругость и марса упругости масса могут создать нам колебательную систему и такая колебательная система такой маятник вращательный а используется в наручных например или в карманных часах раньше они были моде там роль масса играет колесо но роль упругости отдана такой туго скрученный тоненькой пружинки колесо вращается вправо влево вправо влево его колебания поддерживаются кстати говоря анкерным механизмом вот это колесо и такой же точно анкерный механизм но уже связанный с пружиной с маятником из пружины и не с гирей позволяет поддерживать вращательные колебания этой этого балансира который в общем служит задает ход темп хода наручным часам вот такой балансирный механизм он был изобретен точно не знаю когда помню в начале 19 и в конце даже 18 века но дожил до сегодняшних дней многие дорогие часы известных фирм все еще имеют такой балансирный механический прибор внутри себя ну конструкции наручных часов самые замечательные но мы же говорим об астрономии поэтому я вам покажу несколько оригинальных наручных часов обратите внимание обычно на циферблате наручных часов 24 часа но на этих опросить на обычных 12 конечно вот перед вами мой часовой механизм на нем конечно 12 часов и наверное на ваших тоже но на фотографии 2 нато 24 часовой циферблат его наверное уже догадались для кого такие часы создавались обратите внимание на карту антарктиды помещенная на циферблате да это этими часами снабжались наши полярники которые отправлялись к северному чаще к южному полюсу в антарктид потому что там были у нас долговременные станции да и сейчас еще пять станций работают советское время и больше было и там конечно трудно в течение полярного дня или полярной ночи сориентироваться в какой половине суток вы живете до полудня или после полудня и конечно такой 24 часовой циферблат он помогает сориентироваться и в точности соблюсти графики радиосвязи с материком и так далее в общем это полезные часы до сих пор такие часовые механизмы в нашей стране производят например современные штурманские ну автоматы значит они с автоматическим подзаводом когда рука на которой они висят движется там специальный от вот тяжелый груз движется противоположное направление подзаводит основную пружину дающую ход этим часам это механические часы заметьте не электрические потому что людям в особых ситуациях на полюсах или в полете или во время военных действий негде искать батарейку для электронных часов и они пользуются вот этой головкой для подзавода или просто размахи руки автоматически заводят эти часы и делают не только в нашей стране и западные фирмы и восточные фирмы довольно известные вот брамонт например изготавливает такие часы и вот конкретно на эти давайте посмотрим на их циферблат более внимательно есть любопытная особенность кроме 24 часовой градации для стрелки часов еще внешний круг разграфленный по сторонам горизонта восток запад юг ну север тут отмечен красным треугольничком то есть в каком-то смысле это еще и а компас а разве часы могут заменить компас оказывается полярных районах вот такие часы с 24 часовым циферблатом очень легко заменяют компас часовая стрелка делает сутки один оборот солнце во время полярного дня делает один оборот по небу если вы немножко подумаете вы легко поймете как зная тот часовой пояс где вы в данный момент находитесь определить направление на юг и на север тем более что вблизи полюсов магнитный компас уже не годится он нас подведет магнитные не совпадают с географическими полюсами а вот такие часы они вполне позволяют сориентироваться путешественнику в близи северного или южного полюса механические часы в разных направлениях развивались было бытовое направление где большой точности не требовалось но хотелось как-то усложнить механизм чтобы сделать его универсальному перед вами например каминные часы планетарий верхней части моделируется движение земли вокруг солнца движение луны вокруг земли от того же самого механического привода вот этих вот заводных пружинных часов тоже довольно любопытная конструкция ну вы знаете наверное пример где очень сложные часы календари часы планетарии механические в праге например башенные часы создавались но точность хода у них конечно не велика вот у этих конкретных 20 секунд в сутки вы представьте прошел месяц и у вас накопилась ошибка более ну почти в час это не годится если нужно измерять время точно а кому это нужно прежде всего в прошлом это нужно было морякам морякам не так важно знать час суток им важно знать свои географические координаты и вот для них создавались специальные морские хронометры большая задача была не сразу ее решили и даже английское адмиралтейство премию учредила тому кто изобретет часы способные не терять точность хода даже в сложных условиях морского плавания когда соленый воздух влажный ветер качка корабельная и все это не сбивает часы 100 с точного хода а зачем они нужны да потому чтобы можно было измерить свою долготу широту моряк может определить довольно просто дождался ночи измерил высоту полярной звезды ну конечно есть более точные методы по высоте солнца там по высоте некоторых звезд в момент кульминации так или иначе достаточно иметь угломерный предмет прибор например секстант морской и широту свою вы определите в течение суток легко а как определить долготу только так как это помогает сделать часы если вы поставили часы сверили с часами в порте отправления и у вас есть морской ежегодник то есть расписание движения небесных светил то где бы вы ни плыли в каком бы тихом океане не нашли не нашлось место вы можете посмотреть на кульминацию тех или иных светил их прохождение через небесный меридиан и сравнить с временем кульминации в порте отправления и с солнечным временем кульминации в том месте где вы оказались разница этих времен и есть разница ваш географических долгот порта и вашего корабля пока не появился такой точный механический прибор для измерения времени морской хронометр моряков были колоссальные ошибки в измерении долгот но постепенно прибор был создан вот один из вариантов от наш отечественный перед вами он постоянно модернизировался вот насколько я знаю последний вариант морского хронометра он где-то в конце 60-х годов прошлого века был он даже не только имеет карданов подвес видите карданов подвес там часы не качаются даже если коробка испытывает качку вместе с палубой корабля а часовой механизм остается ориентированным горизонтально потому что он в кардановом подвесе но еще тут и и некоторые электрические приборы используются для подогрева для термостатирования скажем для подсушивания этой коробки в общем это сложный механизм замечательно сделанный и он сразу позволил морякам повысить точность измерения долгот а к чему это привело сейчас мы увидим некоторые карты географически до и после изобретения морского хронометра кстати обратите внимание внизу первый московский часовой завод 1 часовой это лучший завод нашей стране именно ему поручались наиболее точные механизмы вот в частности морской хронометр это вершина такой механической техники для измерения времени любопытно что морские хронометры фактически не вышли еще из употребления хотя у нас есть другие источники точного времени мы о них поговорим электронные атомные но на всякий случай мало ли что морской хронометр всегда может помочь измерить точное время вот я недавно был на одной радиоастрономической обсерватории слева прибор для получения сигналов точного времени со спутников но системы gps глонасс они же передают фантастически точное атомное время но рядом точнее говоря он лежал под столом но я его достал рядом я обнаружил старый морской хронометр на всякий случай в обсерваториях его держат как запасной вариант для измерения времени ну давайте посмотрим как моряки воспользовались эта карта земли была составлена до появления морского хронометр кстати он довольно поздно появился фактически в начале 19 века только начали им пользоваться но и обратите внимание на контуры материков скажет тихого океана тут вообще еще не случилось его как-то так не увидели а африка по широте все правильно а по долготе все смещено то что долготы определяли неправильно но и наконец когда появились точные приборы для измерения времени морские хронометры контуры материков приобрели современный вид как на настоящих наших географических картах еще не были сделаны многие открытия антарктида еще нет северную америку недостаточно исследовались австралии не разобрались а африка приобрела современные контуру прошу матери моряки плавали в индию скажем вокруг африки и довольно точно нанесли на карту долготы всех побережья но время идет и механические часы уступили свое первенство электронным первыми появились кварцевые как устроен кварцевый механизм вот с ним мы должны познакомиться детально потому что мы каждый день постоянно им пользуемся вот сейчас я говорю с вами с помощью компьютера и тоже пользуюсь кварцевыми часами я имею ввиду нет не мои наручные часы хотя они тоже кварцевые тут есть батарейка и все что вы сейчас видите на слайде перед собой значит это примерно такие же часы только у меня аналоговая со стрелками на картинке цифровая индикация но механизм тот же как они устроены есть генератор переменного напряжения она довольно высокочастотная примерно 32 килогерца и он подает свое переменное напряжение на обкладке конденсатора слева нарисован конденсатор между обкладками зажат маленький кристаллик кварца но мы знаем что у кварца есть способность к пьезоэлектричество если мы его изогнем на его гранях появятся положительные и отрицательные электрические заряды если мы подадим разные заряды на его грани кристаллик кварца изогнется пьезоэлектрические так вот подавая переменное напряжение на этот конденсатор мы заставляем кристаллик кварца все время изгибаться дрожать вибрировать но каждый из нас физиков знает что любая любая система колебательная любит колебаться на собственной частоте тогда она достигает максимальной амплитуды так вот собственные колебания частоты этого маленького кристаллика регулируют влияют на частоту колебаний электрогенератора и стабилизирует ее и заставляют его генератор колебаться с той же частотой какая характерна для этого маленького кристаллика кварца вот так задается темп работы часов ну а дальше эти 32 с небольшим килогерца делятся из них получается 1 герц то есть секунда из 60 секунд минута час дальше можем там дни недели и так далее календарь сделать и все это выводится на индикатор либо цифровое как здесь либо на стрелочный аналог внутри кварцевые часы выглядят примерно так них есть две важнейших два важнейших элемента во первых источник энергии батарейка и во вторых сам кристаллик кварца вот тут вы его заметите на правой фотографии маленький серебристый цилиндр в нижней части фото именно там заключен кристаллик кварц к нему подходят два проводничка на них подается переменное напряжение кристаллик там вибрирует почему я говорю что это важно потому что сердцем любого современного компьютера являются кварцевые часы именно они стоят на материнской плате больших компьютеров на в общем везде везде в том числе его в этих часах и до сегодня пожалуй не найдешь устройство где не было бы процессора электронного электронной схемы фактически компьютера сложного или не очень сложного а сердцем любого современного компьютера являются кварцевые часы по сути это механические часы там механические колебания кристаллика задают темп их работы а уж как их превратить в показания часов отдела техники либо аналоговым образом вращением стрелок либо цифровым образом digital показанием цифр на жидкокристаллическом циферблате в продаже почему-то эти часы называются по-разному кварцевые те где стрелки электронные где цифровая индикация на самом-то деле это одно и то же вот сейчас я вам показываю ну просто чтобы проверить вашу внимательность внутреннюю часть электронных часов там батарейка там кристаллик кварца увидите в алюминиевом цилиндрике справа наверху как вы думаете это цифровая или аналоговая индикация этих часов если бы мы перевернули мы увидели бы стрелки или цифры которые бегут под циферблат я думаю многие догадались во первых заводная головка но это не заводная а только для перевода стрелок а во-вторых слева внизу мы видим соленоид катушечка с тонко намотанным проводом соленоид дергает якорь электромагнитных электромагнитный и таким образом переводится стрелки то есть это конечно аналоговая стрелочная индикация по этих часов пойдем дальше кварцевые часы конечно могут быть по разному исполнены это могут быть простые наручные а могут быть лабораторные где кристаллик кварца термо стабилизирован при постоянной температуре находятся разные системы которые напряжение стабилизируют и так далее то есть серьезно сделанные и конечно у них точность хода намного выше чем у наших наручных часов вот такие лабораторные часы поддерживают точность почти миллионная доли секунды в сутки может быть несколько миллионных долей секунды в сутки то есть они весьма весьма точны но в погоне за точностью во второй половине двадцатого века люди изобрели атомные часы их еще называют квантовые что тоже правильно потому что речь идет о квантовых переходах внутри атомов первые конечно были громоздкие тяжелые потом стали делать все более на компактными сегодня такие маленькие атомные часы что их можно даже на материнскую плату компьютера поставить представьте себе но точность хода у них потрясающе относительная стабильность 10 минус 13 10 минус 14 то есть за миллионы лет даже самые простые атомные часы не ошибутся даже на одну секунду как они устроены ну самый распространенный вариант это цезиевые часы обычно называют не часами а стандартам частоты фактически это одно и то же стандартная частота колебаний это и есть процесс измерения времени слева небольшой сосуд где атомы цезия нагреваются и в виде отдельных атомы в виде пара летят дальше почему именно цезий 133 выбран для этой цели дело в том что другого стабильного изотопа цезия в природе не существует если вы химическим образом выделили цезий то это всегда будет один и тот же 133 изотоп это очень удобно потому что иногда у других веществ может быть много стабильных изотопов а у каждого своя частота колебаний и так атомы цезия летят некоторые из них возбуждены некоторые в норма в нейтральном состоянии в нижнем на нижнем уровне магнитный сепаратор разделяет и только возбужденные отправляются дальше они попадают такую механика металлическую коробку резонатор электромагнитных волн и там с другой стороны в эту коробку приходит электромагнитная волна созданная генератором электромагнитного колебания с частотой близкой к собственной частоте переходов электрона на внешней орбите этого если генератор попал в частоту колебаний электронов цезии то естественно цезий в результате вынужденного излучения отдает свою энергию возбуждение становится нейтральным и летит дальше дальше стоит сепаратор он разделяет атомы возбужденные от невозбужденных у них разная разный магнитный момент поэтому так можно их разделить ну и потом приемник если генератор подающий электромагнитную волну сверху резонатор попал в частоту колебаний значит все атомы цезии разрядились и полный поток будет разряжен нейтральных атомов невозбужденных атомов и прибор это отметит поэтому обратная связь прибора с генератором позволяет ему точно поддерживать частоту колебаний характерную для атомов цезия вот так собственно они устроены лабораторные атомные часы в данном случае цезиевые но это довольно солидный такой ящик тяжелый но собственно от него и не требуется большой легкости он в лаборатории работает точность хода 10-14 ну это значит ну где-то в порядка миллиона лет нужно прождать пока на одну секунду ошибутся эти до несколько значит около трех миллионов лет до 3 миллиона лет ошибка на одну в одну секунду накапливаются с появлением цезиевых часов стало ясно что астрономия уже не годится как наука для из точного измерения времени почему мы пользовались земным шаром его вращение как наиболее надежным прибором для измерения времени мы измеряли сутки делили их на часы минуты секунды но выяснилось и примерно в середине 60-х это выяснилось а к 67 году окончательно стало ясно что вращение земли происходит неравномерно она то быстрее то медленнее вращается и у астрономов эту привилегию хранителей времени отобрали и теперь атомные часы являются хранителями времени астрономы с помощью атомных часов измеряют скорость вращения земли вот посмотрите на этот график отклонение длительности суток вот идеальной которую задают нам атомные часы как видите есть сезонный ход вот каждый такой зубчик это длительностью в один год и есть какой-то тренд который показывает долговременные колебания длительностью суток они невелики 1 2 иногда три тысячных долей секунды в течение суток но вполне измеримо сезонными колебаниями мы в общем разобрались они связаны с определенными морскими течениями ветрами которые немножко влияют на вращение твердого тела земли иногда с такими странными событиями как осеннее опадение листьев представьте себе лиственные растения в основном в северном полушарии канада и наша сибирь и европы тоже вот вдруг в течение несколько там двух недель а все листья падают на землю с крон деревьев это огромная масса и когда эта масса приближается оси вращения земли там на 10-15 метров момент инерции земли уменьшается скорость вращения увеличивается а весной происходит обратный процесс а вот средним трендом который в течение там пяти десяти лет меняет скорость вращение планеты тут еще предстоит разбираться видимо это какие-то геологические процессы внутри нашей планеты наверное в мантии под корой которые тоже влияют на вращение земли но с этим пока еще до конца разобраться не удалось таким образом 67 года секунда никак не связано с вращением земли это 9 миллиардов 192 миллиона 631 тысяча семьсот семьдесят ровно периодов колебаний электрона между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома точнее говоря изотопа цезий 133 вот так установлен установлена секунда это с точки зрения физики астрономы этому теперь подчиняются и используют эту секунду для своих астрономических измерений вообще говоря есть не только атом а просить не только цезий но и другие атомные часы вот пожалуй на втором месте по распространенности стоит водородный стандарт частоты у атома водорода на нижнем уровне есть расщепление сверхтонкая структура основного состояния она связана с тем что электрон имеет спин и магнитный момент и протон имеет свой спин свой магнитный момент эти два магнитика в атоме водорода могут быть ориентированы двумя разными способами север к северу или север к югу зависимости от того как они ориентированы разная энергия у атома водорода ну когда север к северу а побольше когда к югу поворачивается север электрона она немножко поменьше вот этот переворот спина электрона он вызывает излучение радиочастоты длина волны 21 сантиметр всем известная всем астроном известная волна на которой шумит весь космос потому что он заполнен водородом но в данном случае это используется для изготовления стандарта частоты примерно то же самое атомы водорода молекулы диссоциируются атомы летят магнитный сепаратор разделяет их на возбужденные невозбужденные возбужденные попадают накопитель такой резонатор и там высвечиваются и из резонатора выходит радиоизлучение длиной волны 21 с копейками сантиметра частота 1400 и много много после запятой знаков мегагерц она служит эталоном частоты атомные часы совершенствуются год от года были созданы они в начале 50-х и к сегодняшнему дню достигли невероятной точности хода настолько высокой что уже приходится думать о том чтобы как-то остановить движение самих атомов когда они хаотически летят в резонаторе то за счет доплеровского эффекта сдвигается частота их колебаний принятой нами поэтому их там замораживают с помощью лазерного света создают такую структуру стоячих волн и атомы останавливаются в общем лазерное охлаждение используют и тогда точность повышается на сегодняшний день насколько я знаю наиболее точный атомный стандарт частоты он пока лабораторный его еще промышленности не используют ошибется на одну секунду за время жизни вселенной фантастика вопрос а кому такие точные часы нужны ответ всем нам атомные часы нам необходимо зачем хотя бы для того чтобы пользоваться системой глобального позиционирования gps глонас и другие системы спутниковой навигации используют атомные стандарты частоты в час о них и поговорим во первых они нужны всем ну прежде всего конечно геодезистам которые очень точно координаты измеряют вот перед вами геодезический прибор для измерения собственных координатов используют сигналы gps глонас ну и других сейчас несколько систем спутниковой навигации работают китайской и индийской а это конечно такой массивный прибор ну и мы с вами в любом небольшом гаджете там в сотовом телефоне в планшете у нас обычно есть тоже gps или глонас навигатор мы пользуемся но геодезисты очень точно измеряют координаты поэтому они могут движение материков даже отслеживать для этого нужно измерять координаты с ошибкой в несколько миллиметров чего конечно нормальные простенькие навигаторы не дают но геодезические позволяют но нам с вами достаточно и нескольких метров согласитесь как же это работает в космосе летают спутники ну например возьмем систему gps наверное она все-таки наиболее популярная сегодня хотя и глонас тоже набирает популярность наш отечественная gps американская система gps global позицию ну систем глобальная система позиционирует летают несколько спутников обычно 24 действующих спутников по орбите и чем начинен спутник да почти ничем там атомные часы и радиопередатчик радиопередатчик транслирует на землю сигналы точного времени выработанные атомными часами по сути и все также точный наш глонас вот тут у меня ошибочка глонас две буквы с в конце должны быть надо будет поправить а и все спутники используются примерно также в чем суть как работает эта система спутники летают по орбитам с разным наклонением то есть фактически над всеми точками земного шара где бы вы ни находились вы этих спутников несколько у себя над головой обязательно увидите специальная система астрономическая система отслеживает положение спутников на орбите и прогнозирует их положение там неделю полторы недели вперед для этого есть очень специализированные телескоп нам надо знать где спутники находятся и где они будут ближайшее время мы измеряем расстояние до них раз и измеряем особенности гравитационного поля земли чтобы уметь прогнозировать полет спутник для этого запускаются другие отдельные спутники вот например спутник логелос это массивный объект внутри никакой электроники просто кусок металла литой шар примерно полметра диаметром на поверхности которого много-много призмачи так называемые а ретро рефлекторы а по сути трехгранные призмы вот перед вами фотография такой которые обладают очень простым геометрическим свойством откуда бы луч света на них не упал отразившись от двух трех граней он уйдет обязательно в направлении прихода то есть уйдет к тому кто его излучил лазер устанавливаются на специальных телескопах лазерный луч нащупывает спутник отправляет к нему сигнал отраженный приходит на телескоп по времени пролета мы определяем расстояние до спутника и таким образом знаем где он на орбите после этого небесные механики вычисляют движение спутников и понимают как гравитационное поле земли устроено какие гармоники в разложении по сферическим гармоникам гравитационного поля нужно учитывать чтобы точно прогнозировать полет а и вот спутники системы gps например мы можем прогнозировать их полет ну скажем на неделю вперед на самом деле чуть больше эти данные прогноз отправляются на спутник он их хранит в своей памяти и время от времени сбрасывает в виде радио послания на землю всем потребителям в том числе и нам с вами на наши телефоны где есть навигаторы приходят сигналы точного времени и упростить сначала приходят сигналы точного положения расписание движения спутников так называемый альманах и наш прибор хранит этот альманах чтобы знать где спутник будет ближайшее время как же он определяет наше положение на земле а вот как со спутника передается сигнал точного времени там атомные часы работают и водородные и цезивые иногда одновременно и те и другие эти сигналы точного времени достигают нас затратив на это какое-то время дельта т наш приемник сравнивает их с тем временем которое у нас идет всегда в нашем навигаторе и видит какова каково время распространения сигнала от спутника до нас умножает на скорость света и получает расстояние до спутника а положение этого спутника мы уже знаем заранее по расписанию его полета где спутник знаем расстояние до него знаем значит мы с вами находимся на поверхности шара с этим расстоянием но этого еще мало значит и на поверхности шара тогда мы получаем сигнал от второго спутника и определяем где мы относительно него тоже на поверхности какого-то шара. Очевидно, эти два шара обязаны пересечься. В общем случае это будет окружность. Мы где-то на этой окружности. Дальше понятно. Мы получаем сигналы от третьего спутника. Шар, описанный вокруг него, пересечет эту окружность, в общем случае, в двух точках. Мы в одной из них. Можно считать, что задача решена, потому что одна из этих точек наверняка окажется либо в космосе, либо под землей, а вторая точка на поверхности земли. Ну а мы с вами на поверхности земли. Так что, вообще говоря, сигналы от трех спутников точно сообщили бы нам свое положение. Но загвоздка в том, что на спутнике летают атомные часы, а у нас с вами в нашем приборе какие? Кварцевые. А точность и хода не так велика. Поэтому нам надо получить сигналы от четвертого спутника. Во-первых, он уточнит, в какой из этих двух точек мы находимся. Но главное, он нам даст четвертое уравнение. Четыре уравнения, которых три неизвестных. Это наши пространственные координаты. А четвертое неизвестное, это поправка хода наших часов, наших кварцевых часов, которые в нашем телефоне. И тогда задача решена полностью. Вот четыре шага, которые позволяют понять, где мы находимся. Значит, минимум четыре спутника нужно увидеть у себя над головой, чтобы система GPS, GLONASS или любая другая сработала. А сколько мы видим на самом деле? А вот эта моделька показывает, сколько спутников над головой у наблюдателя. Вот там голубая точка по земле где-то в средних широтах движется. Смотрите, меньше шести, по-моему, не бывает. А временами до двенадцати доходит. Ну, а как правило, восемь-десять спутников всегда у нас над головой. Но правда это только в том случае, если горизонт открыт. Если вы находитесь где-то на море или в степи, где ничто не закрывает вам небесный свод. Тогда вы увидите много спутников и всегда уравнений больше, чем неизвестно получается. Но в городе могут быть проблемы. Железобетонные здания закрывают большую часть неба и далеко не каждый спутник над горизонтом реально виден вашему прибору. Так что в городе могут быть проблемы с навигацией, а за городом их, конечно, быть не должно. Их и не бывает. Вот так мы познакомились с приборами. А теперь вспомним об астрономии. Древние люди могли использовать только естественные часы. А ими, конечно, служили Луна, Солнце, небесные светила. Солнце — главный часовой механизм. Вращение Земли, движение Солнца по небосводу, связанные с этим, конечно, всегда были основным часовым механизмом древнего человека. Правда, некоторые древние люди, ну или средневековые люди, предпочитали Луну. Ради шутки можно вспомнить, что говорил Козьма Прутков о Луне и Солнце. Помните? Луна важнее Солнца. Она светит ночью, а Солнце днем, когда и так светло. Это шутка. Но то, что Луна светит ночью в период полнолуния — это факт. И, например, народы Аравийского полуострова, пустынные народы, днем практически не могут работать и передвигаться по открытой местности. Очень жарко. А ночью, в период полнолуния, когда Луна освещает, они могут гонять караваны верблюдов от оазиса к оазису. Так что вот арабские народы предпочитали лунный календарь и Луну считали главным светилом на небе, а от них не Солнце. Но, конечно, народы средних широт, мы с вами, мы предпочитаем Солнце как измеритель времени. Вот солнечные часы элементарно, просто воткнув палочку, гноман, вертикально стоящую палочку в горизонтальную поверхность, можно измерять время. Это иллюстрация из романа Жульверна «Таинственный остров». Наверное, многие узнали. И там, не имея никакой возможности измерить время, Сайрус Смит создал часы солнечные, и они даже широту места показали, и долготу показали, координаты можно было измерить. У него в руках сейчас в левой руке механические часы, он сравнивает их ход, как нормальный моряк использует морской хронометр с солнечными часами на данном неизвестном никому острове. Солнечные часы дожили до наших дней. Ну, такие примитивные может сделать любой, и, кстати, делают их. Путешествуя по Европе, по Западной Европе, я часто, почти в любом городе, в любой небольшой деревне встречаю солнечные часы, конечно, ну, как предмет украшения садов и парков, а мало кто им пользуется, как часовой механизм. Вообще говоря, в прошлом они вполне были серьезно к ним относились и улучшали их конструкции. Вот перед вами солнечные часы, где есть даже ход суточная параллель Солнца. Вот наклон этой шкалы часовой, он соответствует наклону небесного экватора, но положение связано с положением солнца на эклиптике, и суточное движение Солнца параллельно экватору происходит именно вот по этой суточной параллели. И ее установка, внизу слева видите циферблат, приглядитесь внимательно, там дни и месяцы. В течение года Солнце меняет свою высоту над экватором, двигаясь по эклиптике. И вот эти часы вполне точно отрабатывают неравномерность хода солнечных часов, связанную с наклоном эклиптики к экватору. Но они не могут учесть неравномерность, связанную с движением Земли вокруг Солнца по эллиптической орбите. Это тоже приводит к неравномерности видимого движения Солнца на небосводе. А вот более продвинутые часы, ну это же современные такие, учитывают это. А часовые механизмы, связанные с Солнцем, могут быть самыми забавными, но иногда в качестве инсталляции их используют. Вот здесь в таком весьма неудобном солнечном механизме часовом прорезаны отверстия, которые только в день летнего солнцестояния солнцестояния показывают надпись на Земле, сделанную солнечными лучами. Через разные отверстия солнечные лучи тут нам в нижней части рисуют это слово английское. Ну это скорее такая художественная инсталляция, чем польза для измерения времени. А вот я вам покажу любопытный вариант солнечных часов, необычный, я его недавно увидел, где солнечный луч цифры пишет, часы и минуты. Обратите внимание, Солнце движется в течение дня по небосводу и своим лучом через отверстие в этой неподвижно стоящей, а конструкции, палочки толстые, выписывает часы и минуты. Если у вас есть возможность использовать 3d принтер, вот на этом слайде внизу вы видите адрес, по которому можно скачать программу для 3d принтера и она покажет, и эта программа введенная в принтер изготовит вам вот этот самый забавный солнечный часовой механизм. Признаюсь, что я много лет хотел иметь такой и недавно одна из моих слушательниц моих курсов астрономических, у них в их организации 3d принтер изготовила такой, я проверил, работает, надежно работает, советую не полениться вам и найти возможность сделать такую замечательную конструкцию. Не сложная и очень забавная и весьма точная. Ну ночью мы используем не Солнце, а положение звезд. Например, положение ковша большой медведицы так традиционно используется. Для этого специальные простенькие механические ночные часы, арабы очень их любили делать. Использовались вот Ноктюрн или Ноктурну звездные часы, где просто положение звезд ковша отслеживается и зная день года вы всегда можете повернуть внутренний циферблат, а поинтер, вот этот указатель поставить в соответствии с положением звезд ковша и тогда точно узнаете ночное время. Солнечное и звездное времена идут в разном темпе. Мы это хорошо можем заметить, например, глядя в окно, в хорошую погоду, в один и тот же час по нашим гражданским, то есть солнечным часам. Вот посмотрите, февраль 21 час на ваших наручных. На юге Орион. Март тот же 21 час по солнечному времени. А Орион уже сместился к западу. На его месте большой и даже малый пёс. Почему? Да потому же Земля в течение месяца прошла одну двенадцатую часть по своей орбите и теперь при той же ориентации относительно Солнца мы ориентированы иначе относительно звезд. А значит солнечные сутки и звездные сутки имеют разную продолжительность. И для астрономов это важно. В течение одних суток Земля должна делать один оборот вокруг себя. Относительно звезд так и происходит. Это звездные сутки. Но чтобы восстановить свою ориентацию на Солнце, ей надо еще чуть-чуть повернуться, потому что за сутки Земля проходит примерно один градус по своей орбите. 360 градусов орбита, 365 суток в году. Примерно на один градус надо довернуться. Этот один градус обходится ей в три минуты, 56 секунд и там еще небольшие десятые доли. Примерно в четыре минуты. На четыре минуты времени звездные сутки короче солнечных или солнечной длине звездных. Мы это используем, собственно говоря, измеряя прямое восхождение светил в часах, минутах и секундах. Мы таким образом используем старую методику астрономов измерять по положению звезд на небе звездное время. Насколько, какой угол от меридиана прошло, светило, зная его прямое восхождение в часах, минутах и секундах, столько времени оно на это и затратило. Ну вот связь между длительностью среднего солнечного и звездного времени тут перед вами. Когда будет время, посмотрите внимательно на этот слайд. Сезоны года. Ну, я не буду детально на этом останавливаться. Мы все знаем, почему меняются сезоны из-за наклона земной оси к плоскости земной орбиты, но это же как раз приводит к неравномерности работы солнечных часов. Солнце движется по эклиптике в течение года и параллельно экватору в течение суток перемещается. Кстати говоря, продемонстрирую вам любопытный слайд. Студент, насколько я помню, австралиец на своей австралийской обсерватории в Камбере, сделал камеру-обскуру, положил ее на год неподвижно лежать и наблюдать южную, а точнее северную часть неба. Это же Австралия. И вот Солнце прописало своим движением по небосводу весь свой годичный путь. От восхода до заката, от нижнего, от летнего солнцестояния до зимнего солнцестояния. Любопытная фотография. Может быть кому-то из вас захочется повторить этот опыт. Просто камера обскура, маленькая баночка, можно из-под пиксиколы использовать и кусочек фотопленки, если она еще у кого-то есть. Из-за разницы в географических широтах длительность светлого и темного времени суток меняется. Мы это хорошо знаем, но на этом я не буду останавливаться. Это, в общем, тривиальные вещи для нас с вами. Замечу, напомню причину, по которой солнечные часы работают неравномерно. Солнце движется по эклиптике, значит, относительно экватора перемещается с разной скоростью в течение года. Например, вблизи точек равноденствия, это эклиптика, пересекается с экватором. Солнце по эклиптике проходит по гипотенузе, грубо говоря, треугольника, а вдоль экватора по катету, который короче. А вблизи летнего или зимнего солнцестояний движение по эклиптике и по экватору, это правая часть снимка, правая часть чертежа, оно параллельно происходит. Так что проекция Солнца на экватор, а именно она работает в экваториальных солнечных часах, она сразу меняет свою скорость. И вот учет этого называется уравнением времени. То есть учет того, что тень от гномана на циферблате солнечных часов движется с непостоянной скоростью. В уравнение времени входит два компонента. Уравнение центра – это как раз движение Солнца по плоскости эклиптики неравномерная. Земля-то по эллиптической орбите перемещается, второй закон Кеплера с разной скоростью, и из-за наклона эклиптики к экватору. В сумме это дает уравнение времени. Ну, можно его вот в такой форме представить. Внизу справа вы видите такую своеобразную форму в виде аналеммы. Аналемма – это фигура, которую можно на небе начертить. Может, само Солнце ее начертить на небе. Если вы будете его фотографировать неподвижной камерой в один и тот же момент равномерно текущего нашего с вами гражданского времени. Вот, пожалуйста, человек установил фотоаппарат, в течение года раз в неделю примерно делал снимок Солнца. В одно и то же время, видимо, в утреннее время, судя по наклону аналеммы. На Земле она такая, на других планетах может быть другая. Вот такая вот слева наша земная аналемма, справа марсианская. Там основной вклад дает большая эксцентричность, высокий эксцентриситет марсианской орбиты. И там она имеет вид такой вот фигуры. А у нас вид восьмерки, потому что примерно в равной степени два компонента неравномерности входят в это уравнение. Этот слайд я вам показываю, чтобы напугать вас. Каким образом? В астрономии много шкал времени. И они для разных целей все используются. Солнечное время, самое привычное нам, но оно идет неравномерно. Значит, надо среднее солнечное время использовать. Звездное время, но оно довольно равномерное. Хотя тоже Земля не совсем равномерно вращается, мы это знаем. Время на разных долготах разное. Значит, надо какой-то стандарт иметь. Ну, у нас стандартом служит гринвическое или мы его называем всемирное время. Динамическое время – это вот как раз по движению светил, так сказать, обратным пересчетом находим время. По движению планет, например, в Солнечной системе. А динамическое земное, динамическое боецентрическое – тут уже вмешивается общая теория относительности, которая говорит, что с разной скоростью время идет при разном гравитационном потенциале. И, например, над Землей, не так быстро, а… Вернее так, чем дальше его от земного шара, тем выше темп работы часов. Чем ближе к Земле, а еще и глубже к Земле, больше гравитационный потенциал, тем медленнее идут часы. И, в частности, это надо учитывать в работе GPS, GLONASS и прочих навигаторов. Потому что спутник над Землей летает довольно высоко – 20 тысяч километров. Мы на Земле сидим, движемся. И тут у нас ход часов немножко медленнее, чем там атомные часы на спутниках происходят. Ну и прочее, прочее. Но это, конечно, тонкости. А в быту нас интересует среднее солнечное время, в котором мы живем. Декретное время – объясню, что это такое. И поясное время. Вот к поясному мы сейчас и обратимся. Чтобы упростить счет времени в небольших географических районах, например, в пределах города или области какой-то, или даже штата какого-то большого, или края, или даже целой страны, ввели поясное время. Весь земной шар разделили на 24 пояса по долготе и решили, что внутри каждого пояса будем считать время одинаковым. Не такая уж большая разница в солнечном времени, если разница долгот всего там 15 градусов туда-сюда. Но пересекая границы часовых поясов, будем переставлять часовую стрелку вперед на один час, если мы на восток движемся, и назад на один час, если на запад. Идея была хорошая, но она начала преломляться. Например, странам или областям удобно по своим административным границам проводить эти границы часовых поясов. И вот постоянно меняются административные, государственные границы, постоянно приходится перекраивать карту часовых поясов. Они уже настолько не пояса, что их называют часовыми зонами. Time zone. Или zones, много зон. Их карта все время поддерживается в текущем состоянии. Астрономы стараются, чтобы это было так. Посмотрите на, например, территорию России. Она огромная. По долготе она вытянута так сильно, что на ней укладывается много часовых поясов, а точнее часовых зон в современном языке. Это так. А некоторые страны пренебрегают этим. Например, Китай. Он не стал делить свою территорию на часовые зоны. На всей территории Китая действует пекинское время. Хотя, конечно, тем, кто живет в районе Тибета, оно совсем не похоже на среднее солнечное. Ну, что делать? Приходится жить. Есть страны с очень необычным счетом времени. Например, не на целый час от Всемирного, от Гринвичского, а на полчаса. Вот посмотрите, Иран, Афганистан, Индия. У них на целое и еще половинку часа. А маленькая страна Непал вообще оригинально поступила на 45 минут, на целое число, на 5 часов. И 45 минут впереди Всемирного времени живут. Честно говоря, я до сих пор не выяснил, по какой причине это так. Какие-то там были политические неурядицы между Индией и Непалом. Насколько мне журналисты непальские это объяснили. И они вот решили так немножко отодвинуть свою часовую стрелку от индийского времени. Но это еще связано и с религиозными, и с какими-то политическими делами. В общем, сложная система счета времени. Вот на этой карте насыщенностью красного цвета показано, насколько гражданское время, то, которое мы реально на часах своих носим, отличается от среднего солнечного для данной местности. Ну, естественно, для Китая в районе Тибета очень сильно, но и на территории России тоже. Вся территория красная. Это не политическая карта, это карта часовых зон. Почему? Потому что у нас на территории России, как и ранее на территории СССР, действует еще и добавочное декретное время. Декрет — это государственный указ, приказ, закон. Еще в начале советских времен, 20-е годы, в 30-х окончательно перешли к декретному времени, переведя стрелки всех часов на час вперед по сравнению с поясными. Зачем это было нужно? Тогда это было нужно, чтобы люди пораньше просыпались, использовали светлое время суток наиболее полное, чтобы раньше ложились спать и не жгли лишнее электричество или свечи или керосин. Сегодня это, конечно, не актуально. Сегодня потребление электроэнергии практически равномерно происходит в течение суток. Главные потребители отнюдь не наши домашние лампочки. Тем не менее, декретное время в нашей стране сохраняется, и это плохо. От него давно уже надо было бы отказаться, и я надеюсь, мы с вами убедим тех, кто принимает такие решения, а мы, астрономы, обязаны подсказывать это, что декретное время — это лишнее усложнение нашей системы счета времени. К тому же и границы часовых зон в нашей стране что-то стали слишком быстро изменяться. Вот посмотрите, 25-й год довольно точно соответствует часовым поясам. Следующее изменение в 67-м году произошло. Почти полвека прошло. А потом, 2010-й, 2011-й и, наконец, 2014-й мы перекраивали границы часовых зон. А это нехорошо. Время — такая субстанция, которую лучше лишний раз не трогать. Нам нужно синхронизовать очень многие стороны нашей жизни. Логистика вся, взаимная работа компьютеров, людей — все взаимосвязаны. Все железнодорожные, аэрофлотские, другие компании составляют свои расписания. Им надо знать, где, на какой территории как исчисляется время. Поэтому как можно реже надо менять саму систему исчисления времени, границы временных зон, систему вот таких надбавок, всех этих декретов лишних. Призываю вас, как людей продвинутых в этой области, подсказывать своему политическому руководству, ближайшему и более далекому, более высокому, что система счета времени должна быть простой, понятной и как можно более стабильной. Всемирное координированное время — это последнее, о чем мы сегодня поговорим. Темп работы всех современных часов задают атомные часы. Они хранятся в специальных подземных лабораториях, в очень недоступных местах, в термостатированной обстановке и, прямо скажем, недоступные разным военным конфликтам, атомные часы задают нам ход времени. И они понятия не имеют о том, как вращается Земля. Когда восход Солнца, когда заход Солнца. Но для нас с вами это не безразлично. Нам все-таки хочется просыпаться утром и засыпать вечером. Поэтому есть специальная служба астрономическая, которая следит за движением Земли и подправляет ход атомных часов. Конечно, никто не вмешивается в их работу. Они тикают с постоянной скоростью. Но мы можем индикацию времени изменить. Например, если немножечко длительность наших суток, реальных, солнечных суток, увеличилась, мы можем внести лишнюю секунду в счет атомных секунд. И так и делается. Потому что Земля понемножку замедляет свое вращение. Длительность суток реально увеличивается. И нам время от времени приходится координировать, подправлять ход атомных часов. Ну вот, посмотрите, как на графике меняется длительность. И потом мы восстанавливаем счет секунд таким образом. Вносится лишняя секунда. Лип-секунд, можно сказать, високосная секунда. Как 29 февраля вносится в длительность года високосного. По соглашению, високосную секунду можно вносить только дважды в году. 31 декабря в конце суток и 31 июня тоже в конце суток. 60 секунда в счет часов вносится. Ну, возьмем 31 декабря. На носу Новый год. Исполнилось 23 часа, 59 минут, 59 секунд. Сейчас закончится 59 секунда. И что должно начаться? Должна начаться 1 секунда, 1 минуты, 1 часа, 1 января следующего года. Нет. Если решено подправить счет времени и внести лишнюю секунду, то после 59 начинается 60 секунда. И вот по ее истечении уже начинается Новый год. Каждый раз это решение принимается в зависимости от того, что астрономы намерили измерять движение, наблюдая движение Земли. Вот за последние 25 лет вносились лишние секунды или координированные секунды. А в 93-м, 94-м, 95-м почти каждый год. В 97-м, 98-м, 2005-м. Огромный разрыв, 7 лет. В 2008-м, 2012-м, 15-м, 16-м. И с тех пор, по нынешний 19-й год, Земля как-то стала стабильно вращаться, и нам не требуется внесение лишней секунды. Вот я знаю, что решение по данному году уже принято. Лишние секунды 31 декабря не будет. Ну, дальше посмотрим. По крайней мере, последние три года Земля что-то стала стабильно вращаться. Ну, ненадолго, видимо. Потом лишнюю секунду придется вносить. Вот так мы координируем работу атомных часов, согласуя их с движением земного шара. Спасибо!